Девушки отдыхают 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 О, боги, что тут случилось? Должно быть какое-то чудище, наметно поздно. Это все слова! Есть там кто? Вон отсюда, а то собак спущу. Черный, стрыга, ко мне. Успокойся, я по поводу Фабиана Мейера, я ищу его убийцу. А, ну разве что так. Сидеть, глупый псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся, тяпнут еще. Милые зверушки. Да ты, наверное, шутишь, уважаемый. Я их скотов сам боюсь. Но лучший пес, который брешет, чем злодей, который режет. Ты о ком-то определенном? Само собой. О паршивце, который уделал Фабиана. Как забрали отсюда тело, я пошел к товарищу, что разводят бойцовых собак, и купил вот этих двух псин. Пришлось раскошелиться. Но хоть сплю спокойно. С кем имею честь? С братом покойного. Гус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую. Мейер и Мейер. Ага, теперь будет просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье. К тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Расскажи, что знаешь про убийство по порядку и в подробностях. Дело было так. Возвращаюсь я с работ в Аксенфурте и вижу над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу, как какую-нибудь бабенку жгут. Но это не на рынке был огонь, а у нас. Видишь следы сажи? Там они горели. Наши скульптуры. Люди слетелись на пожар. И рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями. Они не заметили ничего подозрительного? Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, что башмаков не запачивать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. У твоего брата были враги? Кто-нибудь его не любил, угрожал? Нет. Это скорее он угрожал одной такой. Фабиан был добрый краснолюд. Мастерюга, каких мало. Но и бабник страшный. Только чуть отложим денег. Говорю, купим новые инструменты, хорошего дерева. Так нет. Кошель в руки и айда по девкам. Потом все ходил за одной такой. Кричал. Это из-за тебя, сука, порченая падаль людская. И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? А ты знаешь, где ее найти, эту порченую? На кладбище. Умерла пару дней назад. Но спокойно, в своей постели. Альфонс ее говорил, что грипп у нее был. Ладно, хватит разговоров. Мне бы осмотреться. Ай, пожалуйста, только псов не дразните. Статуи древних богов? Одни женщины? С выдающимися формами. Пятны крови. Здесь Фабиан и лежал, как его нашли. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как нашли Фабиана. Но, если хотите, так открою. И еще кровавые следы. Но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови. Осталось только несколько пятен. Глаза. Гуманоида. Сгнили напрочь. Мебель перевернута. Тут след, будто от удар ногой. Мебель перевернута. Тут след, будто от удар ногой. Формалин. Сомневаюсь, что Фабиан его использовал в работе. Ничего интересного. На. Поглядел я на ваши скульптуры. Ну и? Правда, как живые? Ага. Особенно женщины. Я еще не видел Мелители с таким бюстом. А, ну. Это работа Фабиана. Я ему говорил, братишка, с такими сиськами, у нее бы сразу крестец треснул. Ты бы их уменьшил немного. А он, дескать, такие лучше продаются. И что я там понимаю? Так ведь и продавались. До тех самых пор, пока на проповеди в храме как-то раз не сказали, что кто покупает идолов у нелюдей-мейеров, грешит дважды. И как еретик, и как сладострастник. Вот все и кончилось. Ладно, хватит разговоров. Здесь я уже больше ничего не узнаю. Будь здоров! Ух! 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 Продолжение следует... 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 Нечего языком привать. Что, формалин закончился? Я недооценил тебя. Сперва ты почти поймал меня, инфлагранте де ликто. Потом раскусил блеф с Натаниэлем. Хотя, вижу, ты еще не все разгадал. А то взял бы серебряный меч. Кто? Что ты такое? Вампир. Высший, разумеется. У тебя была какая-то причина убивать этих людей? Зачем ты их пытал? Я думал, ты и до этого дойдешь. Символика была, кажется, достаточно ясной. Угли для тех, кто не видит огня. Яйцо саламандры, которое рождается в пламени вместо холодного сердца. Сожженный голос, чтобы... Да, символика и сна. Не ясно только, зачем вампиру убивать во имя вечного огня. Повод очевиден. Я согласен с диагнозом, который поставила церковь. Новиград пришел в упадок. Люди забыли, что такое порядочность и мораль. И я решил им напомнить. Так, чтобы они заметили. Есть другие методы. Ты мог бы встать на рынке на деревянный ящик и читать проповедь. Забавно. Именно так я и делал. Но никто не слушал. Люди смеялись надо мной. Кидали каменьями. Подумай о моих жертвах. Любострастный плотник, который последний грош потратил бы на шлюх. Старая графиня, которая бесчестит символы веры. Трубодурка, для которой нет ничего святого. Сплошные шуточки. Они не заслуживали того, чтобы жить. Но их смерть смогла послужить наукой другим. Отрезвить их. Вывести через страх на верную дорогу. К огню и к очищению. Для тебя, боюсь, уже слишком поздно. Я чувствую, что ты человек маловерный. Ага. Зато я неплохо владею мечом. Неплохо может не хватить. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...